Всем привет! Это видео обзор закрытой прямой трансляции. Закрыто подозревается в том, что это не общий доступ для всех с помощью YouTube, а это уникальные ссылки, где люди могут купить доступ к трансляции. Сейчас делаем обзор техники, сервиса для прямой трансляции и софта, с помощью которого отправляется поток. У нас есть две камеры Sony, которые по HDMI-проводу приходят в пульт Blackmagic ATEM 4K. Кроме этого, еще есть сигнал с ноутбука, который отправлялся на проектор. Мы дублировали этот сигнал и отправляли на пульт ATEM. Для того, чтобы сигнал из ноутбука пришел в пульт, он должен быть в таком же формате, как работает камера. То есть в нашем случае это 50 кадров в секунду Interlace, 50i. Эту задачу мы решаем кодировкой сигнала с помощью устройства Blackmagic Tiranx. Заходит туда то, что заходит, а выходит уже наше 50i. Плюс мы можем делать масштабирование картинки, если нам это необходимо. В итоге у нас есть три сигнала, которые приходят в ATEM. Управление пультом ATEM выполняется с помощью ноутбука по витой паре через софт Blackmagic. Переключение камер и управление громкостью. Важной особенностью в трансляции конференции, когда есть много разных спикеров, разные микрофоны, кто-то говорит тише, кто-то говорит громче, является использование аппаратного компрессора. Компрессор нужен для того, чтобы обработать звук и выровнять его уровень. То есть все, что громко, мы обрезаем с помощью аппаратного компрессора. Звук с пульта звукорежиссера приходит вначале в компрессор, обрабатывается там и после этого уже уходит в пульт Blackmagic ATEM. В качестве компрессора аппаратного мы используем DBX-266XL. Как работает компрессор? На входе поступает сигнал, мы выставляем порог. Если громкость выходит за этот порог, то происходит понижение громкости и на выходе у нас менее динамичный, более ровный по громкости звук, который удобен для слушателя. В итоге и тихие, и громкие сигналы у нас выглядят более равномерно. Финальный сигнал с пульта с помощью HDMI приходит в устройство Blackmagic Intensity, которое подключено к ноутбуку по USB 3.0. С помощью нее мы захватываем HDMI сигнал и заводим его в ноутбук. В ноутбуке для трансляции используется программа OBS. Для того, чтобы реализовать закрытую прямую трансляцию, мы используем сервис facecast.net. Работает это примерно так. Допустим, у нас 50 человек купили доступ к прямой трансляции. Facecast предлагает возможность сгенерировать 50 уникальных ссылок, когда по каждой ссылке только один человек с одного IP может смотреть трансляцию. Если он присылает ссылку кому-то еще, второй человек не может посмотреть ее. У нас есть база из 50 e-mail, допустим, мы генерируем 50 ссылок, и каждая ссылка отправляется рассылкой по e-mail адресам. На этом канале мы делаем обзоры сетапов прямых трансляций, снимаем некоторые видеоуроки по решениям работы Production Studio. Плюс здесь же проект серии интервью с руководителями Production, поэтому подписывайтесь, заходите на канал, ищите интересный контент. Здесь все про профессиональный продакшн.